Творческий праздник вызвал необычайный интерес у профессионалов, любителей, учеников детских школ искусств. Все они отметили высокий уровень организации фестиваля в Сарове. Я посещал очень много выставок, очень много симподиев и так далее, выездных фестивалей. Могу сказать точно, Саров сделал суперфестиваль, на который хочется ездить. Главной темой фестиваля стало творчество Александра Сергеевича Пушкина. Герои сказок великого поэта нашли свое отражение в представленных работах. Это очень здорово, что тематика разнообразная, и каждый раз мы видим вот такие замечательные работы, которые позволяют нам думать о том, что глина – это удивительный материал, и она на самом деле живая. Фестиваль традиционно проводился на базе детской школы искусств номер 2, которая в этом учебном году отмечает свое 25-летие. Стержнем нашей работы является народное искусство и возрождение народных традиций. Именно поэтому в 90-х наша школа выступила инициатором возникновения в городе такого фестиваля, и вот она до сих пор остается. На торжественной церемонии закрытия 8-го областного фестиваля «Керамики. Живая глина» победители и призеры получили дипломы и памятные подарки. А приятным сюрпризом для гостей вечера стало выступление образцового ансамбля «Горница». Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.